Добрый день! Я приветствую всех в нашем клубе. Очередная встреча, очередной гость у нас сегодня в программе. Сразу начну с представления гостя. Он у нас сегодня по скайпу. К сожалению, он не в стране. Думаю, человек достаточно всем известный. Это лидер запрещенного в стране движения ДВК Мухтар Аблязов. Вот вы его сейчас видите на экране. Я вышел на него и попросил поучаствовать в этом заседании, потому что события разворачиваются достаточно интересные в нашей стране. И мнение человека, который в политике нашей страны все-таки играет достаточно заметную роль, было бы интересно нашим зрителям, поэтому он здесь. Итак, Мухтар Кабулыч, вы в эфире, вы можете поприветствовать всех. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад присутствовать на этой площадке и изложить свои позиции. ...приятности у тех, кто находится в Казахстане. Я думаю, что никаких призывов и заявлений, нарушающих законы Республики Казахстан, сегодня здесь не прозвучит. Я думаю, мы... Сергей, будет не заявление, а просто моя позиция. И просто информация о том, что... Я хочу вашу позицию услышать, просто чтобы не было конкретных каких-то призывов, лозунгов, таких, которые уже попадают под закон. Хорошо. Итак, начнем с общего взгляда на ситуацию, такая разминочная тема. Какой, на ваш взгляд, давайте обсудим этот вопрос, представляется ситуация от страны с точки зрения социальной напряженности? И также здесь можно затронуть проблему, зачем Карде понадобились эти досрочные выборы, какова роль Такаева во всей ситуации? Ну и, конечно, позиция оппозиции. То есть, что из себя представляет оппозиция во всей этой ситуации? Давайте начнем сейчас с вас. Второй вопрос я уже начну. Пожалуйста. Ну, если говорить о экономической ситуации, я не хотел бы долго говорить, хотел бы откомментировать одним единственным словом. Ситуация очень плохая, и все это прекрасно знали. Что касается вопроса, почему Харда проводит досрочные выборы, тоже это в первую очередь связано с биологическим ритмом. Руслан Назарбаеву, ему 79 лет будет, 6 июля. Поэтому, что называется, пора. Это он сам понимает. Хотя пора ему давно, но он понимает в любом случае. И его задача правильно с его точки зрения структурует власть, чтобы она попала в руки членов его семьи. И для этих целей избран послушный Токаев, который будет президентом какое-то короткое время, затем придет Дарига Назарбаева. И они планируют построить монархический строй. И так сделать, чтобы страна всегда принадлежала этой семье. Почему выбрали Токаева? Потому что он уже продемонстрировал за многие годы, что он из себя ничего не представляет, будет послушно выполнять волю Нурсултана Назарбаева. Вот это Даригу, да? Я правильно понял? Все работает на семье Нурсултана Назарбаева и Даригу в частности. И прямо они не решились выставить, потому что мы разоблачили их планы. И общая негативная оценка к Дариге и к этим планам была настолько велика, что Нурсултан Назарбаев вынужден поставить прокладку в лице Токаева. Понятно. Но что в отношении оппозиции? Ее роль? Роль оппозиции, я считаю, очень важная. Конечно, оппозиционное поле вычищено. Есть несогласные, есть отдельные критики. Но не было политической силы, которая могла бы объединить это недовольство, эти оппозиционные настроения и сформировать сильную волну, которая в конечном счете приведет к смене режима. То есть все протесты локальные, в тех или иных местах, очень важно их объединить. Вот роль оппозиции в этом и заключается. Мобилизовать все эти протестные настроения и добиться смены режима. Мне интересно, вы считаете, что напрямую Даригу не назначили именно из-за того, что ДВК, вы в первую очередь раскрыли этот маневр и они решили устроить этот спектакль? Или все-таки есть и другие причины, как, например, то, что люди во власти, в том числе и Такаев, которые теперь уже, наверное, тоже участвуют в принятии решений опосредованно, понимают, что в современном мире династическая передача власти – это уже слишком не комильфо? Другие причины? Нет, никаких других причин нет. Я просто говорю не просто как отдельный эксперт сам по себе, я говорю как человек, который глубоко знает Нурсултан Назарбаева, Даригу Назарбаева, Хасмужамар Такаева, Карима Масима. Я из них и каждого из них знаю лично и очень близко. Поэтому это мнение человек, который глубоко понимает и знает ситуацию. Что касается, что в современном мире невозможна династийная передача мира, то, в смысле власти, ну, пример Азербайджана есть недалеко, и таких примеров в мире немало. Другой вопрос, что ситуация в стране поменялась, и что это действительно сейчас стало невозможно, именно благодаря активным действиям нашего политического движения. Это мне настолько очевидно, я думаю, это многим очевидно. И Назарбаев был настроен стремительно провести передачу власти, именно обстраивать Даригу на позицию президента, именно потому, что мы заранее разоблачили его планы, начиная с прошлого года, методично озвучивали, вызывали гнев людей. Даже в феврале этого года он говорил, что не будет досрочных выборов. В феврале, понимаете? Понимаю, Молтан. Я помню, вы говорили о том, что следующим президентом, собственно, как и я, будет Дарига Назарбаева. Я помню это все. Но вы считаете, что вот это повлияло на изменение планов? Здесь какая-то логистика получается? Это именно это. Если они решают свои задачи. Ну и что говорит там, облязут что-то? Почему вы думаете, что из-за вас? Логика где? Логика очень простая, Сергей. Именно действие демократического выбора Казахстана, мобилизация протестов в настроении, приводит к постоянным митингам. 1 мая были массовые митинги, и власть... То есть вы считаете, что митинги повлияли на это? Однозначно. Не только митинги, именно власть изучает настроение в социальных сетях, вот эти выступления матерей. Разные протесты привели к тому, что они решили сделать это гибче и мягче. Вот, собственно... Разные вещи? Это не разные вещи. Я вам говорил, что мы объединяем в одну силу все протесты настроения, которые сейчас есть в стране. Они есть разные, экономические и так далее, но они все, в конечном счете, приводят к политическим требованиям. С чего вы берете их себе, приписываете? Это совершенно разное направление. Мы не приписываем ни один протест себе. Мы говорим о том, что мы консолидируем все эти протесты, мы объединяем и мобилизуем недовольных. Недовольные... Извините, вот с этим я не могу согласиться. То есть, да, вы движетесь как бы по своей линии, но вот эти все протесты, которые происходят и с плакатом, и с матерями многодетными, это совершенно параллельно идет. И вы здесь пытаетесь, понимаете? Да, как и нашествие этого полка. Бессмертно. Но не получилось. Ничего просто так не происходит. 22 марта, когда девочка Медина вышла, у нас есть выбор или у меня есть выбор, это произошло именно 22 марта, когда мы организовали митинг. Ни 21, ни 20, ни 19. И даже эти плакаты «Отправду не убежишь» они все вышли накануне наших митингов. Это произошло тогда, когда мы прорвали это молчание, и мы мобилизуем эти протесты, настроения, они сами по себе существуют. Я понимаю, что они существуют, но почему вы их... Они же вас не поддерживают, эти люди, которые выходили с этим плакатом. Они наоборот говорят, зачем это ДВК приписывает к себе? Как вы... У вас есть основания это приписывать к себе? Сергей, вы слышите отдельных тех, которые хотите слышать, говорить зачем... Я вам говорю так. Есть протестующие, мы всем нашим протестующим, которые поддерживают нашу линию, нашу позицию, вообще говорим. Не говорите, что вы имеете отношение к ДВК. В этом нет необходимости. Наша задача добиться смены режима. Потому что эта власть объявила нас вне закона, и любой человек, который... Не уходите в сторону. Хорошо, ладно, с властью разобрались. Давайте тогда идем дальше. Теперь об оппозиции поговорим, о ее планах на вот этих предстоящих выборах. Девятого, десятого вы, я помню, планируете мероприятия. Но помимо вас в стране есть и другая оппозиция. Давайте мы вот рассмотрим как бы в комплексе. Какие оппозиции у нас в Казахстане на ваш взгляд есть, и насколько они результативно и продуктивно используют выборную кампанию. Начнем не с вас. Давайте начнем с другой оппозиции. Давайте сначала закрепим понимание, что такое оппозиция, и тогда будет понятно. Так вот, оппозиция, я буду говорить сейчас свою позицию, но можно его почитать в интернете, она совпадает. Оппозиция, это, когда мы говорим о оппозиционных политиках, это именно те люди или объединения, которые озвучивают свою политическую и экономические, озвучивают экономические и политические программы, которые они планируют реализовать вследствие прихода власти. Оппозиция именно к этому режиму, к действующим режимам, которые планируют провести свою политику, открыто. А по сути дела, если говорить теперь, исходить из этой оппозиции, у нас в стране нет ни одной политической организации, которая говорила, что мы сменим этот режим, что этот режим преступный, мы и они проводят работу по объединению недовольных, по объединению своих сторонников и добиваются смены режима. В этом смысле нет оппозиционных политиков или силы в нашей стране. Есть оппозиционные, оппозиционно встроенные люди, есть люди оппозиционные к власти, есть оппозиционные журналисты, но это не политики, потому что политики главной целью добиваются приход к власти, смены политического режима. И в этом смысле в нашей стране нет оппозиционных сил, никаких, абсолютно. Потому что любые силы, которые сейчас так называемые присутствуют, Это отдельные люди, которые говорят, что мы форум Казахстана, даже не политическое объединение. Они не говорят, что мы будем добиваться смены политического режима. Это не оппозиционные политики, это не оппозиционные силы, это не оппозиционные организации. Нет в нашей стране оппозиционных сил. Нет. Именно сформированных политическую организацию. Это вот в рамках моего понимания. Я так и предполагал, что вы будете придерживаться позиции, что кроме вас в этой стране никто к оппозиции не может относиться. Хорошо, но... Не кроме меня, кроме нашей политической организации. Я не говорю о себе. Один человек не может быть... Об этом мы еще поговорим позже, что из себя представляет ваша организация. Я сейчас о другом. Но извините, вот до вас здесь в студии присутствует Кижан Кожигельдин, который вполне резонно говорит о том, что оппонировать можно не обязательно, что это радикально. Есть оппозиция во всем мире, различные виды оппозиции. Можно договариваясь с властью оппонировать и поддавливая ее системная оппозиция, какого он себя относит. Можно попробовать прийти к власти через выборы попробовать. Не всегда получается, но это тоже оппозиция. И можно просто быть в стране и не соглашаться с ней. Да, это уровень диссидентства, но о них тоже можно, наверное, сказать, когда я задаю вопрос, какова ситуация. Почему вы вот так самонадеянно только на себя все заводите и говорите, мы и никто больше? Может быть, это не совсем скромно? Мы говорим о политике, мы говорим о смене режима, мы не говорим о отдельных несогласных. Потому что несогласным может быть на кухне, можно быть с журналистом несогласным. Но если ты не проводишь активные действия, не мобилизуешь сил, не объединяешь людей и не добиваешься смены режима, ничего не произойдет. Поэтому отдельные оппозиционные мнения, настроения, они только, может быть, участвуют в мнении какое-то общественное. Но это не приходит к смене режима. Я говорю о реальной политической сфере. Вы тоже о том говорили. Такой радикализм какой-то. Ну почему оппозиция может быть в стране и не призывающая к смене режима, а просто которая планирует посредством выборов войти во власть и быть во власти в парламенте, составляя всего 20-30%. Во всем мире, по крайней мере, так оппозиция строится. В чем проблема? Давайте четко поговорим. Находиться в стране и говорить какие-то слова против режима это не оппозиционная политика. Оппозиционная политика, она включает действительно, если происходит объединение вот таких людей, которые затем объединяются в какие-то политические силы, партию в данном случае. Это я понял. Я повторяюсь, потому что вы терминологии пудаете. Потому что вы отдельных людей вбрасываете в оппозиционные силы и так далее. Все начинаете смешивать. Не учитывайте одного. Если бы вы были в стране, смогли бы вы заявлять то, что сегодня вы говорите? Нет. Поэтому... Вот вам ответ, почему эта оппозиция не может быть такой радикальной, как вы. Это не радикальная. Это не радикальная, это реальная оппозиция. Я сейчас объясню почему. Потому что те силы, так называемые, которые говорите, мы уже эту историю прошли. Был период, когда были партии действительно. Не ДВК, а так называемые конструктивные. Те самые, о которых вы говорите. Они зарегистрировали партию Акжол. Зашли. Один человек зашел в парламент. Они участвовали на выборах. И все время выбрасывали. Фальсифицировали. Поэтому тот путь, который вы говорите, или который вы ссылаете, что Акижан Макжанович, что он системный оппозиционер, мы уже прошли. Мы сейчас живем в режиме диктатуры. Было бы смешно, если бы вы эти слова произносили, например, в Северной Корее или в Туркмении. Говорили бы, что можно так сделать. Нет, нельзя, потому что вы сами ответили на этот вопрос. Идет мгновенное уничтожение того, кто пытается сформировать свою позицию, объединить людей. Если людей за пустой плакат сажают, как можно бороться, идти в парламент, изображать, что ты будешь там конструктивной оппозицией, голосовать и все прочее. Если тебя за пустой плакат сажают, как можно после этого говорить о возможности системной оппозиции и якобы эволюционной путем смены власти? Вы же сами ответили. Невозможно. А если невозможно, если эта власть не дает таких шансов, значит, что только путем протестов. И этот мировой опыт показал, что только так можно... Хорошо, я вас услышал. Но почему вы считаете, что только через смену можно? А почему через сотрудничество? Вот представьте себе, что случится, та ситуация, о которой вы недавно сказали, что Назарбаева не станет завтра. И будет Такаев, слабый тот Такаев, которого вы очень предметно описываете с точки зрения того, что он представляет какой-то интерьер мебели. Допустим, что это так. Ну разве в этой ситуации, когда он вынужден будет играть уже по другим правилам, прислушиваясь к тому, что говорят о нем в Европе, и он позволит тому же Касанову, если он пройдет во власть, ну допустим, ему дадут партию, он пойдет в парламент, позволит ему говорить какие-то вещи, и эти вещи получат распространение в том же парламенте, его поддержат люди. Вы не исключаете эволюционный путь? Или вообще даже так? Я тоже не допускаю того, о чем я сейчас говорю. Но почему вы исключаете возможность в саму существование этой оппозиции? Откуда такая категоричность? Только я и больше никто. Так нельзя. Сергей, вы опять утрируете мои слова. Я не говорю я, никогда. Мы говорим о политической силе, которая ставит четкие цели и задачи. Абсолютно четкие. Мы весь этот наносной мусор, словоблудие выбрасываем в сторону и показываем истину, которую все прекрасно знают. И все. Вы, пожалуйста, не персонализируйте, не пытайтесь меня таким образом как бы выставить только я и все. Это многие и противная сторона пытается делать. Я говорю о политическом движении, демократический выбор Казахстана, который я представляю. Это первое. Второе. Если вы говорите, почему я исключаю возможность, вдруг там Назарбаев умер, Та Каев остался у власти, и вот он начал гибкие и мягкие реформы. Есть два аспекта. Первое. Самое главное. Системное. Системное заключается в том, что все уровни власти, на всех уровнях, так построены, автократическим путем, власть до такой степени централизована, что никакие реформы невозможны без смены политического режима, а именно свободный парламент, свободные выборы Акимов, реальный доступ, чтобы люди именно контролировали власть, только тогда будут изменения. При существующей именно системных структурах власти это невозможно. Это первое. И второе дополнение. Нужно знать лично Та Каеву и любого другого, который находится у власти, которых назначил Назарбаев. Они будут продолжать действующий курс. Я вам уже сказал, а я Та Каева, Карим Васимов, всех других лично знаю и близко. Никаких реформ не будет. 30 лет нас обманывали, и надо прекратить в это верить. Ваша точка понята, зрение понято. Еще одна тема, которую я хотел бы сегодня обсудить. Чем объяснить, что в демократическом выборе Казахстана, который вы возглавляете, только есть один лидер? Почему в вашем движении нет никого из известных политиков? Заметьте, в других каких-то образованиях, оппозиционных, околооппозиционных, я еще не закончил, не торопитесь. Возле оппозиционных есть определенные известные фигуры, имена и старые позиции, новые какие-то фамилии. По сути, сегодня ДВК, это мы еще в прошлом разговоре и отмечали, это партия одного человека, фамилия которого Аблязов. То есть, вы сам руководитель, сам теоретик, сам популяризатор идеи, свое движение, агитатор, спонсор и вообще, то есть, все в одном лице. Других лиц я почему-то не вижу. Вот это очень подозрительно. Почему никто не хочет с вами работать? Вот, допустим, Атабаев, то есть, который поддерживает вас, я знаю, но почему-то его нет в команде, он не работает, а ведь он в качестве выступающего на телевидении, то, что делаете, вот эту работу он лучше даже, мне кажется, исполнял. Он харизматичен, он умеет говорить прекрасно. Почему он не идет? Почему Нарымбаев пошел с вами, потом взял, откололся? Это вопрос. Второе, Садыковы. Тоже достаточно, так сказать, продвинутые люди в оппозиции, тем не менее, они тоже ушли от вас. Получается, что весь ДВК заточен на вас. Мы говорим Аблязов, подразумеваем ДВК. Мы говорим ДВК, подразумеваем Аблязов. Но ведь это же то же самое, что мы говорили раньше Нуратана, подразумевали, вернее власть, а говорили, подразумевали Назарбаев. И наоборот. Вот как вы объясните этот феномен? Сергей, давайте сначала опять же уточнимся в терминах. Скажите, пожалуйста, есть другие политические, как вы сказали, оппозиционные организации, где есть много лидеров? И назовите, вот я спросил же вас, попросил назвать, вы сказали, вы сейчас скажете. Скажите, пожалуйста, назовите одну, любую организацию политическую, оппозиционную, где есть много так называемых известных лиц и политиков. Давайте. СДП, давайте начнем с них. Бапи, Касанов, значит... Так, так, секунду, секунду. Касанов, выгнали, поэтому Касанов... Выгнали, он там был. Понимаете? То есть это... Подождите, ты перипетив, но эти люди работают вместе, они работают в команде. Помидоры с помидорами, яблоки с яблоками. Мы сейчас говорим о текущем времени или мы вернемся в 10 лет назад об ОСДП, который был... в текущем... В текущем моменте Касанова в ОСДП нет. И это не значит, что вы говорите, какая разница. Потому что он пошел на выборы, и этому надо было просто. Он вышел из организации и пошел на выборы. Здравствуйте, Сергей. Ну, мы-то с вами, что история оппозиции, не знаем. Вы что, не знаете, его конфликт с Туикбаем, его выгнали из ОСДП, и его нет в ОСДП? Вы кого хотите, очлениться? Я говорю о команде. Команда, понимаете? Понятие команды это не есть партбилеты в кармане. Пожалуйста, вы не вводите в сторону. Есть... Нет, подождите. Если Касанов является членом ОСДП, он является членом команды. Вот, если он не член ОСДП, он не может являться членом команды. О чем вы говорите, Сергей? Зачем вы в сторону вводите? В сторону. Это люди, которые работали совместно. Бапи, Касанов, они работали вместе? Черт. Работают вместе сегодня. Они поддерживают друг друга. Сергей, Касанов изгнан УСДП. Давайте мы быть очень точными. И стоит Баевского УСДП. Он изгнан УСДП и никто. И он туда вернулся идейно. Сергей, еще ни одного заявления не было со стороны Касанова и БАПИ, что Касанов вступил в партию УСДП. Это так? Да, это так. Вам нужно обязательно заявление, бумажка. По факту они работают в одной команде. Мы это прекрасно понимаем с вами. Давайте мы быть точными терминологией. Вы все это знаете. Попытка размытой создать ситуацию приводит к тому, что у нас размытые государства, размытые понятия и так далее. Политические цели и так далее. Во всем нужна четкость. Касанова в УСДП нет. Давайте так. Ясно? Это так или нет? Формально? Да, так. А фактически он это одна команда с теми, которые сегодня работают на выборах. Сейчас мы формальными... Давайте четким формулировкам. Он там или нет? Он член УСДП или нет? Формально нет. Он вышел на выборы от другой организации. Сергей, его изгнали в УСДП. Ну что вы в сторону? Это Ухбайцкое УСДП. А в новое УСДП его не приняли. Так? Не надо, он ушел на выборы. Ну здравствуйте. Может я тоже член УСДП? А может быть я в команде? Вы как исходите? Вы как по понятиям? К сожалению, нет. Вы не в команде. Я задам вопрос. Почему у вас нет команды? Сергей, давайте мы не по понятиям. Мы стремимся построить демократическое законное государство. Мы работаем в рамках закона, регламентов, процедур понятий. Законных, те, которые сложились. А то ваши понятия не складываются с моим понятием. Мы так далеко не уедем. Косанов не является членом УСДП. Ни тогда, когда был Туйкбай, ни когда недавно стал председателем Бартии Бапи. Не было ни одного заявления. Он не является членом УСДП. Поэтому Косанов вы просто можете выбросить в сторону. Он не является членом УСДП. Кто там Бапи? Выговорит недавно вышел. Кто еще? Назовите фамилию. Это уже другая позиция. Совсем Бай, в принципе. Из известных фигур. Не-не, Сергей, мы давайте на УСДП остановимся. Вы сказали Косанов, Бапи. И не успели. Я сразу вас остановил. Сказал Косанову в сторону. Бапи. Дальше? Это партия одного лидера или кого? Ну, Бапи еще лидером не стал. Эта партия только начинает разворачиваться. Вы же прекрасно знаете, о чем мы сейчас говорим. Не-не, подождите. Я же иду от вас отталкиваюсь. Вы говорите, другие организации, где много лидеров. Мы остановились. Вот Бапи. Выясняется, что он еще не лидер, только вот создалась партия. Хорошо. Хорошо. Назовите другую организацию, где есть лидеры, как партии, как оппозиционная структура. Назовите. Тоже партии же нет. Подождите. Мы говорим, отталкиваемся от вашего утверждения сначала. Что есть другие политические организации, у которых много лидеров. Мы остановились на ОСДП. Выясняется, там остается один Бапи. Слово организации или команды? Давайте я про команды все-таки буду говорить. Да, слушайте. Вы сейчас, если в команду уйдете, я сейчас тоже буду рассказывать. Вот так вот. Вопрос в этом остается. Расскажите о своей команде. Вопрос о команде. Сергей, давайте, вы задали вопрос, вы его облекли в какую-то форму. Вы ответите на него, а потом я буду на ваши вопросы отвечать. Если вы можете ответить, если вы не можете отвечать, я не могу ответить на ваш вопрос о команде своей. Сергей, я могу ответить, но вы просто, поймите, вы просто накидали все в одну кучу, я его просто разгребаю и структурирую ваш вопрос. А потом будете меня топить уже со своей стороны. У вас не было вопроса. Вы его размыли, вы все накидали, поэтому я пытаюсь уточнить ваш вопрос. Вы говорите, есть другие политические силы, оппозиции, организации и все, что вы произнесли Бапи и Касанов. Хорошо, давайте я переформулирую вопрос. Почему никто не хочет с вами работать? Если бы со мной никто не хотел работать, то у нас не было бы политической силы, которую власть боялась, которая запрещала, которая выключает интернет, которая гасит на этих митингах, вытаскивает ОМОН, полицию и так далее. Каждый раз происходит мобилизация. Если бы с нами никто не хотел работать, нас власть не боялась бы, как не боится того же самого Касанова, Бапи, Акижана, Кожигельна и всех других провокаторов АКНБ, Нарымба и так далее. Вы всех их называете, в основном, не всех, но типа Нарымба, называете какие-то имена, валите все в кучу. Разве их власть боится? Власть боится тогда, когда происходит объединение сил, когда эта организация представляет силу. Не одно физическое лицо, а организация. И пакт так построен, что нас боятся. Не могут бояться одного Облязова, боятся людей. Вот здесь как раз я хочу вас прервать. Боятся, мне кажется, все-таки Облязова. Без команды, но боятся. То есть, ну, не может... Не бывает. Не бывает. Возглавлять одно движение, которое вот ужесточило настолько власть, что она боится его. Как так получилось? Объясните мне. Власть боится не меня. Она боится просто не физических каких-то моих ресурсов, все включено. Она боится моих интеллектуальных ресурсов, моих возможностей объединять людей. Вот этого она боится. И это объединение происходит. Не случайно, когда мы в чате ДВК набрали 100 тысяч человек, власть в тот же день объявила нас, экстремистская организация. Она не меня, Облязова, объявила. Нет судебного решения, что Облязов экстремист. Есть судебное решение объявить демократический выбор Казахстана, политическую организацию, которой Европейский парламент признал мирной, оппозиционной политической организацией. Не Облязова, отметьте, не Облязова Европейский парламент признал, а ДВК. Поэтому, когда вы говорите... Вернемся к вопросу о команде. Так вот, я вам говорю, команда есть. Другой вопрос, что я являюсь лицом, публичным лицом этой компании, этой организации дальше. И не только я. В конце концов, я должен вас остановить. Скажите, кто у вас в команде есть? Что такое есть? Почему вам кто-то должен верить? Нету команды. Мы едем только одного Облязова. С утра до вечера в эфире вы. И вы мне говорите, про какую-то команду. Здравствуйте. Обозначите эту команду. Скажите людям, у нас есть команда. Мы ее не можем показать, потому что они боятся. Но если они за границей, чего они боятся? За границей у нас оргкомитет сейчас состоит из меня, Булата Атабаева и Жанны Ахмеды. Она тоже каждый день со мной выходит в эфир. Каждый день. То, что Атабаев редко выходит, это факт. Но он появляется постоянно в сетях, комментирует. Все важные решения, которые мы принимаем, выходит за его открытой подписью. Его позиция такая же, как у меня. Он также дает интервью. Да, он реже. Но он работает. Он еще работает в Германии. Он каждый день работает. Кроме того, что у него еще есть проблемы со здоровьем. Я являюсь публичным лицом этой организации. Публичный. Настроя сейчас, да? Настроя сейчас. Я правильно понял? Оргкомитет настрой. Оргкомитет. Но команда у нас большая. Невозможно. Вы посмотрите. Чтобы организовать митинги, нужна огромная организационная сила. На местах. Сделать видеоролики. Писать посты. Все это объединять. Это большая работа. Очень большая работа, на которой не может один человек делать. Это в принципе невозможно. Чтобы ни у кого не было иллюзии. Все это происходит благодаря объединению большого количества людей. Несколько десятков человек работает за рубежом. Я сейчас цифру вам скажу. Несколько десятков. И очень много волонтеров работает внутри страны. И активистов. И ячеек по всей стране. И они не публичны. Только потому, что они подвергаются преследованию. Вы прекрасно их знаете. Видите. Кто-то просочился. О ком просочилась информация. Их преследует власть немедленно. Каждый день вы в фейсбуке можете прочитать. Я вас перебью. Смотрите. Вы говорите, что они члены команды. Да. Они боевики. Они исполнители вашей воли. Но как можно определить, что они члены команды? Они тексты вам пишут. Они их реализуют в социальных сетях. Нет? Это же вы все равно все делаете. Нет. Сергей. Как нет? Ну я вижу только вас. Вы видите многие, кстати говоря. Вы видите очень многие, которых власть преследует. Которые сейчас в суды сажают. Мы никому не... По роду своей работы я как раз помогаю им избежать наказания. Да. Но я работаю не с активистами из команды. Я работаю с активистами-исполнителями воли Аблязова, которые находятся за границей. Вот о чем я хочу вам донести. Нету этой команды, о которой вы говорите. Вы ошибаетесь. Потому что это политическая организация. Это не бизнес-структура, где можно волю исполнять и платить людям за это заработную плату. Здесь у нас идейные сторонники. Я никому не приказываю. Я никому не указываю. Я озвучиваю свою позицию. И к нам присоединяются те люди, которые разделяют наши идеи и идут вместе с нами. Не потому что облязываем платить деньги, дают инструкции команды. Потому что они разделяют эту цель и идею. И двигаются. Поэтому вы их видите. Поэтому их присоединяет власть. И они члены нашей команды. Потому что они разделяют нам эту идею. Мы на этой теме засиделись. Мы сейчас уже съели очень много времени. Давайте пойдем дальше. Вот вы знаете, мне хотелось бы еще поговорить о результативности действий оппозиции. Ну, в данном случае, конечно, вы будете говорить опять о ДВК. Потому что вы, как я понял, не признаете ту оппозицию оппозиции. И их действий никаких не видите. Хорошо. Не буду настаивать. Пускай будет так. На что вы опираетесь при разработке своих планов, акций? То есть какие-то есть данные соцопросов, когда вы заявляете, что вот столько-то людей вас поддерживают. Экспертные оценки. Кто эти эксперты, на которых вы мнение полагаетесь. Мнение советников каких-то, политологов. То есть с кем вы работаете вот в теоретическо-идеологическом плане. У вас есть такой круг или на кого вы ориентируетесь. Вот помните, вот где-то год назад, наверное, вы заявляли о том, что через год вас будет миллион сторонников. Было такое, да? И вы сметете режим. То есть вот год уже прошел. Чем это вызвано? Я сейчас уже закончил свое небольшое выступление вопросом. Как получилось, что это обещание до сих пор не выполнено? И не означает ли это, что вот 9-го вы пытаетесь его выполнить? Но, как мне кажется, миллиона у вас все-таки нет. Сергей, во-первых, обещания, что в 2018 году мы сметем режим, не было. Даже когда я вышел из тюрьмы в декабре 2016 года, это зафиксировано, я четко сказал, что в течение трех лет мы добьемся смены режима. Раз. Раз. И у меня есть известное интервью о Заттыку, это было два года назад, летом в июне, когда я тоже говорил, что в течение двух лет мы добьемся смены режима. Вот конец 2019 года. Это наши планы. Раз. Во-вторых, тот самый миллион, когда мы говорили с вами, мы говорили в начале года, по-моему, в январе-феврале, мы с вами проводили дискуссию, и мы действительно за 42 дня собрали 100 тысяч только в одном чате. И в реальности, если говорить об открытом, легальном источнике, когда каждый мог убедиться, что у нас есть миллион, это мы бы собрали буквально в течение нескольких месяцев. Другой вопрос, что эта власть нас объявила экстремистской организацией и закрылась, но это не значит, что миллионы куда-то пропали. Они с нами. И вы их увидите скоро на митингах. До 9 числа я не говорю, что мы добьемся смены режима. Но то, что мы в этом году будем добиваться смены режима, это видят все, что это идет процесс, массовое недовольство, напряжение консолидируется, оно всегда было, оно консолидируется и направляется против режима. Время у нас еще есть. Я всем говорю, наша задача добиться смены режима до конца этого года. И мы... Вы сказали, там в чате у вас собралось 100 тысяч. Вы что, их автоматически всех записали в свои члены? У нас было объявление, Сергей, что этот чат для сторонников ДВК, который разделяет наши идеи и цели, и задачи, любые так называемые нападки, они автоматически приводили к исключению. И там оставались только те, кто поддерживали нас как демократическое движение. Понимаете? Это... Интересный момент, что я вас поддерживаю в тех требованиях, в которых я, так сказать, ну, совпадаю с вашим мнением. Но я же не считаю себя сторонником ДВК. В принципе, на 80% то, что вы говорите, да, это то, что я писал последние 20 лет. Вы же понимаете это, да? Почему вы автоматически... Хотите меня записать в себе? Я вас не хочу. Если вы не зашли и не зарегистрировались, значит, вы не просто не зарегистрированы. Дошелся только участвовать в чате. Если вы... Чтобы поучаствовать в чате, не обязательно нужно подписываться. Можно и так зайти. Это именно тех, кто подписал. Я подписался бы на то, чтобы и подписался бы на то, чтобы быть участником этих мероприятий, с учрением понимания ситуации происходящей. Не более. Сергей, во всем должна быть четкость и ясность. И я всегда мыслю ясно и четко. Движение «Демократический выбор Казахстана» объединяет тех людей, мы дальше пишем, какие принципы люди должны разделять. Вот те, кто разделяет наши принципы, наши цели и задачи, они поддерживают демократический выбор Казахстана. Какие-то могут не поддерживать, каких-то отдельных задачах, но в главных, кто поддерживает, и таких большинство. Поэтому неудивительно, что вы говорите, что вы на 80% разделяете эти наши идеи и все прочее. Другой вопрос. Наши демократические идеи, которые вы тоже разделяете. Да, согласен. Хорошо. Смотрите, вы как радикальная оппозиция сегодня... Сергей, можно вас еще раз? Я очень-очень всегда в формировку. Что значит в вашем понимании радикальная оппозиция? Вот она тема, основная тема, к которой мы сегодня пришли. Окей, мы же только вначале озвучили, и вы свою позицию, я. Мы поняли, что в нашей стране оппозиции не может быть, потому что любой человек с плакатом преследуется. Значит, не бывает другое любое слово оппозиции. Нет. Кроме того, любой человек, который, или организация, которая противника этого режима, режим сразу начинает преследовать. Поэтому, что не мы с вами поняли, это ваша точка зрения, я себе не согласился. Я считаю, что оппозиции бывают разные, в том числе и нерадикальные. А вот что такое радикальное... Применительное к нашей стране, вот та самая так называемая оппозиция разная не может прийти в парламент и голосовать, и изменить. Вы это прекрасно знаете. Я так не считаю. Хорошо. Мы уже не зашлись в оценке этого понимания, поэтому давайте не будем повторяться. Вот смотрите, что такое радикальное. Ваш лозунг, который я взял у вас на странице. Блокируем улицы, занимаем площади. Вы говорите, активный протест в регионах обеспечит победу в центре. Вот прочитав, то есть, ну вообще, листав вашу страницу, я пришел к мнению, что, судя по настрою, ДВК рассчитывает на победу 9-10 мая. На победу в плане смятения этой власти. То есть, вы готовы уже прийти к власти 9 июня? Мы готовы прийти к власти сейчас, немедленно. Если мы политической организации, если мы объявляем о своих программах, целях, задачах, мы должны готовы прийти к власти немедленно, чтобы реализовывать наши идеи. Немедленно. Иначе мы не являемся политической организацией. И как только эта возможность нам предоставится, мы придем. Поэтому, если 9... То, что готовы, вы говорите, оно может сочетаться с возможностью. Мало быть готовым вообще. А вот есть ли возможность сегодня, как вы считаете, 9-го смести эту власть? Каждое наше действие направлено на то, чтобы эта возможность реализовалась. Мы сейчас нацелены, что 9-го, 10-го числа у нас, как у политической организации, у нас, как у граждан, которые хотят добиться перемен, есть возможность. Кто-то говорит шанс, а я говорю возможность. Потому что шансов у нас будет много. 9-го, 10-го числа эта возможность есть, и мы должны стремиться эту возможность реализовать. Понял. Это... Понятно. Вот здесь я позволю себе небольшое выступление в отношении вашей позиции. А вообще, вот вы представляете реальную ситуацию в стране, и вот на базе этого представления, как вы строите эту возможность? Ведь фактически сегодня, а мы занимаемся этим мониторингом, мониторингом выхода активистов на площади, на улицы, мы им помогаем. То есть все цифры у нас в науках. Более 300 человек вы не выводили. Вот с чего вы взяли, что на выборах вы выведете те 10-50 тысяч, которые сметут эту власть? Вот я не понимаю динамики, то есть логики, вернее, не динамики, а логики. Если вы хоть раз бы вывели, как бессмертный полк, 120 тысяч, я бы сейчас не спорил, говорю, да, шанс есть. Если люди смогли вывести на просто митинг, посвященный образованию, там 100 тысяч, то на выборах они наверняка выведут еще больше. Но ведь пока этого не было, я говорю, реально сегодня вы выводили максимум 350 человек в Алматы. Самое большое было. Последний раз 100 человек было в парке. Остальное 900, это были люди, которые просто пришли послушать, и они не пошли дальше, их не арестовывали. Вот почему у вас такое вот уверенность, откуда она просекает этот оптимизм? Можете мне этот механизм объяснить, откуда это все? Сергей, во-первых, в парке не было так называемых 100 человек или 300 человек, которые вы говорите, и там было как минимум 2000 человек. Вы там были в парке, нет? Сергей, у меня есть там наши активисты, у меня есть видео, есть сверху виды, с разных сторон видео, и она и у вас есть. Поэтому для меня загадка, как можно говорить 300 человек, если каждый раз, я же наблюдаю за вашей позицией, находится немало людей, просто выставляющие видео, и любой человек, который умеет читать, он увидит, что там как минимум, скажем, больше 2000 точно. И вы не делали опрос, и не можете сделать опрос в условиях тоталитарного режима, спросив, ты здесь случайно ходил или пришел целенаправленно? Вы не можете. Поэтому все ваши так называемые исследования, извините, ничего не стоит. Абсолютно. В меньшей степени внушают доверие. Нет, Сергей, посмотрите, в основном, когда шли колонну, не прыгнули. Тоже 100, тоже 200 человек. Нет, всего 100 человек. Но параллельно им шло примерно еще 300 человек, отдыхающих, которые в воскресной день с детьми шли в парк. Сергей, на видео воспринималось, как идет сплошная колонна. Вы посмотрите, там люди с детьми едут. Сергей, посмотрите, еще Астану, да? Мы там обозначили около памяти Кеницары-хана, которую власть перекрыла. Перекрыла. Затем эта масса шаг за шагом стала шествовать по улицам, не просто гуляла, как вы говорите, в парке. Это я вам в качестве аргумента, что вы изменили логику своего подхода в оценке. И эта колонна шла целенаправленно, целенаправленно полиция их задерживала, и все время этот длительный процесс шел. Если это было 100-200 человек, то ту кучу людей, которые в автобус полиции загнала, они бы никогда их не выпустили, потому что они увидели, что перед ними не 100 или 300, а большая масса, они поняли, что они готовы сопротивляться. Это я вам отвечаю по поводу численности. Здесь я с вами не согласен. С вами, да, мы здесь тоже разошлись. Хорошо. Что касается следующего. Да, мы еще не выводили такое количество людей, как вы говорите, 120 тысяч человек, потому что власть нам препятствовала. И общеизвестно, что везде они ставят силы полиции и так далее, массово задерживают. Это в прошлом году, летом было, когда просто прохожие подъезжали, автобус раз, нападал и завозил, вбрасывал в автобус, не составляя никаких протоколов, держали 6-7 часов и выбрасывали. Теперь я вам хочу сказать, каким образом мы оцениваем градус общественного состояния, которое нам дает право сказать, что до 9-10 числа будет большой протест. Мы, опять же, имеем ячейки в каждом регионе страны. Я не могу сказать, что у нас их тысячи, но точно у нас там десятки ячеек, которые нам готовят эту ситуацию, знают настроение людей. Ну и очень важно, что эти настроения людей мы анализируем, у нас целая команда людей сидит, которые анализируют социальные сети. Мы смотрим просмотры не только наших каналов, других. Смотрим YouTube, Facebook, Instagram, Мастер. Вы смотрите или какая-то команда есть, которая смотрит? Я вам сказал, что у нас только за рубежом работает несколько десятков человек. Это, вы понимаете, такое обилие роликов. Не понимаем, это кто? Специалисты какие-то нанятые? Это, да, это профессиональные люди, которые работают над видеоконтентом, над анализом, анализируют средства массовой информации. Ушли от этого? Вы по другую команду говорите. Не про команду, на мнение кого ориентируешься, кто работает на вас в этом плане. Я же изначально сказал, что у нас несколько десятков человек работает только за рубежом. Минимум несколько десятков. Но я так, если скромно скажу, считайте минимум 50 человек. Это та команда, которая работает в самых разных направлениях. Минимум 50. То есть это профессионалы, которые работают за деньги, но не идейные? В нашей деятельности даже за деньги люди не могут работать не идейные. Понимаете, мы, если даже и мобилизуем какие-то средства, эти люди, они могут деньги зарабатывать на рынке и больше. Здесь идейные люди, которые поставили вместе с нами цель и задачу добиться смены режима. Они даже за эти деньги, если кто-то в другом месте предложит два раза больше, они не пойдут, потому что они идейно заточены. В нашей команде только идейные люди. Хорошо, вот в связи с этим прямой вопрос, уже мы влеземся к завершению. Скажите, вот 11 числа, если все, что сегодня говорите, не удастся? 10-го, 9-го? Нет, 9-го, 10-го, да, а 11-го числа, когда вы поймете, что, предположим, что ничего не удастся, что вы скажете? Чем вы оправдаете то, что люди не вышли? Сергей, во-первых, во-первых, что вы понимали, и все, кто меня слушает, я абсолютно уверен, что люди выйдут, абсолютно уверен, абсолютно уверен, что власть будет препятствовать, приключать интернет и так далее, что эти, после выборов будут мощнейшие процессы, скандалы всякие и так далее. Это как бы уже очевидно. Но даже если считать, что, как вы говорите, ничего не будет, что это истерия, фантастики, я не собираюсь ни в чем оправдываться. Мы будем продолжать борьбу и добиваться смены режима, потому что у такого режима, как показывает мировая практика, нет будущего. Вы признаете тогда, что вы ошибались сегодня, заявляя, что я уверен, что они выйдут, а они не выйдут. Вы признаете, да, ошибку и скажете, я ошибаюсь? Что значит ошибаюсь? Если люди выйдут, не выйдут, я скажу, да, они не вышли, но я могу объяснить, почему люди выходили, их задавили и не пустили, допустим, из дома, еще как-нибудь, перекрыли площади улицы, автоматы поставили, это объяснить мы можем, но то, что люди выйдут, это факт, это факт, это очевидно для всех, в первую очередь для самой власти, которая мобилизует сейчас все силы, чтобы этого не произошло. Если бы они, вы не боялись бы этого, и вы так говорите, если не будут и так далее, то власть бы не отключала интернет, не мобилизовала все силы, не задерживала людей. То не бояться, это бесспорно, не надо меня агитируйте, здесь это я как раз узнаю и сам об этом всегда пишу. Они же не маленькие дети, которые каких-то страшных снов боятся, они реалисты, они это видят, анализируют, и у них команда, которая анализирует больше, чем у меня, во много раз, у них ресурсов. Реалисты, у меня сомнение, что являетесь ли вы реалистом в части вот уверенности, что люди все-таки в большинстве своем поддерживают вас. Вот здесь у меня сомнение, ну ладно, не об этом разговор, конечно. Нет, нет, вы здесь формировка опять неточная, пожалуйста, не меня, они поддержат себя и поддержат то, что они устали от режима. Я не прошу никого выходить за меня, поддержат меня, я ищу союзник, который разделяет взгляды, что этот режим должен уйти. последняя тема, которую я еще тоже сегодня, вот она свежая, к войне с Касановым. Мне непонятно вот эта непримиримость и ознобленность, как с вашей стороны, ну я имею в виду СДВК, так и со стороны сторонников Касановой и его лично. Вы активно приняли, принялись участвовать в скандале, связанном с заявлением в прокуратуру по поводу джамбульского филиала Улт-Тадары, где доказывается, что выдвижение Касанова было незаконно. То есть кто-то настучал на Касанова в прокуратуру сегодня. Допустим, что это так. Но зачем вам, лидеру оппозиции, мараться в этом? Почему вы вот этому стукачеству потакаете? Меня это очень резануло, между прочим говоря, что то, что вы в это включились. Зачем вам это нужно было? Вам нужно тоже опять быть очень точным в формировках. Это очень большая проблема, когда ты не знаешь точно, о чем ты говоришь, размытой формировкой говорить, а потом... Я потом не задаю вопрос. Поясните. Здесь никто не стучит. Стучали, когда сбоку убежали и все прочее. Там тихо настучали и так далее. Это можно называть стукачеством. Здесь эти люди открыто пишут свои фамилии, открыто пишут заявления в Центральной избирательной комиссии, открыто пишут в прокуратуру и это все открыто распространяется в средствах массовой информации в социальных сетях. Здесь нет никакого стукачества, нет никакого... Там есть один момент. Знаете какой? То, что ее опубликовали, оно без подписи. Как к вам это заявление попало без подписи? Сергей, Сергей, это не имеет никакого значения. Есть подозрение, что вы его написали, говорят, пишут в соцсетях. Тогда нужно просто идти к этому человеку. Там фамилия есть этого человека, есть филиал, и у него прямо спросить. И пусть он скажет, что это я подделал. Тогда поговорим. Тогда я буду показывать, каким образом ко мне это попало, и кто это озвучил. Есть первоисточник. Он не мифический некий агент, а тогда можно говорить о стукачестве. Это живой человек. Это первое. Теперь по Касанову. Касанов, кукла власти, он большим образом договорился, зашел в эти выборы, и то, что у нас за плакаты гоняет, а он участвует в выборы, просто на выбор показывает. Тут люди агитируют, тут один какой-то мальчик вышел, его сразу в армию пытаются забрать, и так далее. Вы это прекрасно знаете. И в этих условиях не может быть кандидат от власти, во-первых. Во-вторых, 130 тысяч подписей за два дня собрать невозможно. Я человек, который всю жизнь занимался политической деятельностью последние 20 лет, прекрасно знаю, когда 120 тысяч собираюсь, вся страна на ушах стоит. Эту тему мы уже давно обсудили в соцсетях. Никто с этим не спорит. Зачем вы тратите время? Вы тратите наше с вами время, вы поймите. Я задал вам вопрос в отношении конкретной ситуации. Вы начинаете рассказывать всю историю про Касанова. Он нельзя же так распрываться-то по древу. Сергей, нельзя человеку представляться оппозициям, лидер оппозиции, будучи мошенником, идти на сговор с властью и чтобы люди шли за ним следом. Это нельзя. Плохой Касанов, а вы-то зачем в это влезли? Зачем себе образ тукача рисовать, Вот получилось-то так. Люди, слышите, что пишут? Зачем вы туда пошли? Сергей, люди, как и вы, мыслит размыто, а я мыслю очень ясно и четко. Именно поэтому я лидер политической организации, именно поэтому эта власть меня преследует после шестого лет, сажает тюрьмы и убивает. Именно поэтому я очень ясно и четко мыслю, и те, кто путается, я им объясняю, не путайтесь, никогда не идите с мошенниками ни в какие дела. Касанов мошенник, он идет вместе с властью, и мы должны разоблачить его, и мы должны, потому что у нас очень много было по политике. Вы меня слышите? Нет, я говорю о том, что не резон лидеру оппозиции, понимаете, стучать в прокуратуру, прокуратура сама должна заниматься этими делами. Вы-то зачем в это влезли? Сергей, во-первых, я не стучал, письмо не описал, я его просто опубликовал. Первое оказалось. Я все это объяснил. Вот объясните, сейчас здесь объясните. Сергей, я сказал, есть живой человек, идите к нему, обращайтесь, его фамилия есть, он живет в Таразе, идите к нему, спросите, и услышите его позицию. Если он скажет, что Аблязов придумал, я вам отвечу тогда. Это живой человек, это не стукач, и не отпутать формировки. Первое. Хорошо, я понял вас, я ответ ваш услышал. Что я это делаю? Почему я это делаю? Потому что в нашей стране все время были так называемые оппозиции, которые все время уводили влево-вправо, запутав людей, это был Акжол, настоящий Акжол, как они будут, называются Азад. Эти все организации, они все время людей протест в сторону уводили, и власть этим пользовалась. Мы должны прекратить это. Должна быть ясность. Все должно быть честно. Все, кто мошенники, они должны быть разоблачены. И только тогда мы добьемся успеха. Можно с вами согласиться, но только не вашими руками это делать, мне кажется. Есть прокуратура в этой стране, есть соответствующие органы, понимаете? Не совсем чисто это выглядит, когда лидер оппозиции начинает помогать властям загасить другого лидера оппозиции. Он не лидер оппозиции, он мошенник, потому что он пошел на сговор с властью, вы прекрасно знаете, если его подписи поддельно ему дала власть, никакой это лидер не оппозиции, это мошенник, который представляется лидером оппозиции. Он на сговоре с властью, они подделали... Лидер оппозиции брать на себя функции прокуратуры. Вот я только об этом хотел сказать. Я сейчас не говорю о позиции Касанов, не говорю о вашей позиции, я говорю вот об этом моменте. Я свою позицию изложил и я поддержал. Все, я не прокурор. Это вас прекрасно зная, что это незаконные действия, они вместе сделают это большевое... Я вас услышал, вашу точку я понял. Вот ровно час, как мы с вами в прямом эфире, я думаю, что мы должны поддерживаться регламентом, заседание на этом, я думаю, можем закончить. Спасибо, что согласились поучаствовать в этом эфире за откровенность, которую вы высказали, за ту... Ну, по крайней мере, я думаю, что вы честно говорили то, что вы думаете и зрителям решать, кто из нас прав, а кто не совсем. Спасибо, всего хорошего и всем до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok